Чает, что ты увидел не только обитателей Барда, но среди них есть те, с кем сведёт тебя будущая твоя судьба. Ты можешь посетить все миры, даже саму четырёхликую гору Меру можешь пронизать наспасть. Два места, недоступные тебе, разве что ты исключительного развития духовности, великий центр души и материнская утроба. Так силён свет, такое жуткое сверкание идёт оттуда, что не приблизишься, а приблизишься, так устрашишься, и отойдёшь. Если б ты при жизни был подготовлен, ты увидишь богов или ангелов. Звёздные глаза присмотрят за тобой, но ты навряд ли их заметишь. Способен увидеть ты тех, кто ровня или ниже тебя. Наконец увидишь ты людей и услышишь голоса в земной юдоле, которую покинул. Ты заговоришь с ними, но тебя не услышат. Ты дотронешься, они пройдут сквозь тебя, не замечая. Они не могут видеть и слышать тебя. Только исключительные, особые люди способны видеть и слышать обитателей Барби. Глядеть на родные лица в упор и не быть замеченным, слышать голоса близких и не в состоянии окликнуть их. В какое страшное горе может окунуться душа. Это всё равно, что выпрыгнуть рыбой из воды и попасть в огонь. Оставь их. Ты ничего не можешь сделать и помочь им не в силах. Не лезь в их сны и не пугай понапрасну невидимым присутствием наяву. Утешься, размышляя о Господе и Учителе, если был у тебя такой. Во всё время серебристый свет будет сопутствовать тебе. Это освещение Барда нового рождения. От одной недели до семи, до сорок девятого дня пробудешь ты в этом состоянии. Большинство остаются в этом состоянии двадцать два дня. Хотя в точности неизвестен срок. Он определяется личной кармой. Через три-три с половиной дня, впервые очнувшись, мы становимся такими. Однако в Барда иллюзии яркие видения всё время отвлекали тебя. У большинства они пронеслись туманным кошмаром. По-настоящему очнулся человек лишь у Барда нового рождения. Многие, не ведая того, что творят, как будто во сне глядели на себя в гробу, родных, любимые вещи и ещё в Барда иллюзии. Прогневавшись, они давно родились в аду или стали неприкаянными духами, соблазнившись ровной красной тусклостью вместо ясного пламени. Теперь в Барда нового рождения ты обязательно очнёшься. Ветер кармы будет толкать тебя в спину, однако ни одна ветка возле не шелохнётся. Это ветер твоей кармы. Он лишь тебя толкает, потому что берёт начало в тебе. Не бойся. Впереди разольётся мрак и чернота. Откуда донесутся устрашающие, пронизывающие душу крики? Это твои страхи, их начало в тебе. Дурная карма может напасть на тебя демонами с режущим оружием. Дикие звери погонятся за тобой. Страшная буря разыграется на пути и разъярённая толпа ринется тебе навстречу, грозя растоптать, разодрать плотчья. Это дурное в нас стало живым и грозным, однако берёт оно начало в нас самих. Это наши собственные кошмары и кусающая совесть грозят и могут разодрать нас, потому что мы и порождённое сотворённое нами в этом мире сравнимы. Однако источник грозных творений в нас если не устрашишься ты творение бессильно его угрозы неосуществимы шагни навстречу и обними поцелуй кровавую пасть и пропадут видения если испугаешься и побежишь очутишься в теснении на страшном утёсе откуда нет пути три пропасти отрежут тебе дорогу белая пропасть чёрная и красная это три зла гнев себя любя и глупость увидишь эти три пропасти знай ты лбарда нового рождения сосредоточься на себе обратись к господу к великому человеку укрепись ничто и никто не могут повредить тебе здесь на самом деле но в это надо поверить надо поверить надо поверить кто при жизни старался разглядеть себя кто помнил про смерть и рождение большую часть времени тем иное предстанет в барда нового рождения повеет на них счастьем и радостью распахнутся чудные виды запахи потекут плоская ноздри и легкие девы придут нежной поступью не соблазняйся это тоже из тебя проистекает не обольщайся есть есть такие кто предпочтет этот сладкий морок дальнейшему пути книга предостерегает от такого остановления и утери долга кто кто жил к земле к пепелищу могиле своей от любого сильного чувства затмится сознание потом опять ты очнешься уже в чистом месте отчаяние охватит тебя беспомощность надо что-то делать такая станет терзать мысль это ложное ничего не надо делать напротив того углубись в бездействие застынь и успокойся если сумеешь не отчаивайся если увидав еду не сможешь вкусить от нее ты все равно можешь ею насытиться мистически если это тебе поднесена пища тебе поставлен бокал с вином тогда ты вкусишь от сути вина наслаждение тут во много раз сильней и тоньше чем наяву вот вот почему гневаются боги и умершие если им не совершают жертвоприношений не ставят еду и питье для них пока ты живешь помни про близких друзей своих и ставь для них бокал поминовения тебе никто не может помочь в бар до нового рождения друзья могут и тут появиться но они бессильны поменять твою судьбу все твои ощущения чувства счастья и страдания лишь отражение худого и доброго в тебе будь особенно осторожен в чувствах придерживай их как лошадей рвущих поводья увидав родственников что тащат твои книги имущество жену которая уже близка с другим не вздумай гневаться тут же провалишься в преисподнюю откуда очень долг путь там много страданий помни всякий раз под тобой очень хрупкий тонкий лед готовый подломиться под тяжестью чувства что дурного что хорошего затаскует человек в этом страшном одиночестве и бессилие броситься искать себе новое тело чтобы снова вернуться в совместную жизнь увы ему пока он был в беспамятстве проваливался из одного круга видений в другой в барда нового рождения его тело истлело или было сожжено страшное бессилие обуяет тебя не торопись ты можешь кинуться в первую попавшуюся утробу в скверное чрево которое родит тебя для одного лишь страдания будь терпелив и осторожен можно вообще не воплощаться вновь можно воплотиться для радости жизни можно можно многое не торопись тут некуда и незачем торопиться ты умер суд твое страдание порождено худым в тебе в этом загробном мире если б худого было мало ты бы наслаждался здесь и позабыл о своем временном доме на земле случайных наших близких в юдоле очередного земного воплощения пойми это соберись на предвечной троице или великом знаке и от тебя отступят если не в силах ты отвлечься от своих страданий тогда добрый дух твоего возраста придет и станет складывать белые камушки твоих добрых дел с ним вместе с другого бока придет недобрый дух и станет черными галышами отсчитывать твои дурные дела увидав эти кучки ты ты можешь испугаться и станешь лгать кричать что это несправедливо и не было таких дурных дел а добрых было больше сразу появится князь смерти перед тобой с зеркалом судьбы карма в котором отражаются доброе и худое в точности заглянешь ты в это зеркало и увидишь правду после князь смерти наденет тебе петлю на шею и потащит за собой тебе отрубят голову вырвут сердце выгребут наружу кишки и внутренности и станут пожирать мозги твои пить кровь твою жевать плоть и грызть твои кости безумная и невероятная боль охватит тебя увы ты не умрешь не умрешь твое мистическое тело вновь соберется и снова тебя потащат с петлей на шее снова разорвут и разгрызут на части это будет повторяться снова и снова и не будет тому конца пока ты не осознаешь происходящего пока не отдашь отчет что это ты сам себя судишь что все картинки всплывают из мутных вод твоих мыслей не не князь смерти не чудовище рвущие тебя на части плотью не обладают как и ты сам все эти жуткие сцены лишь морок видения однако однако когда молись господу или сосредоточь мысли на великом знаке единства вспомни древние слова в одно мгновенье все переменится в один миг очутишься в спасительном месте до сего часа ты так и не сумел согласиться смириться и допустить что-либо из увиденного так ничего и не распознал скользя по звеньям собственного смысла ты ни одного из них не узнал и не откликнулся ты программа в режиме узнавания пробежала себя как чужую так и не выполнив ни разу условия совпадения ни в одном из живых кругов ты не совпал с тем что считывал и не сработало устройство ключа не оттворились двери и все перемены были к худшему ибо мы начинаем считывать себя с вершины и движемся вниз это последняя возможность освобождения не сумеешь сейчас прочитать живую тайнопись померкнут сознание и память прошлого и полетишь вниз все страдания мира и господа нашего тебя не спасут после этого вспомни хотя бы свое настоящее имя имя учителя или господа нашего выкрикни эти имена князю смерти побори страх будь искренним хотя бы на мгновенье упустишь эту возможность тебя ждет беспамятство очередного воплощения шесть миров можно родиться вновь в шести мирах ты увидишь их огни свет от них сочащийся тот мир в котором тебе суждено оказаться будет ярче других светит тебе эти миры локи уже светили и завлекали тебя раньше теперь ты их увидишь вплотную ровный белый свет излучает мир божеств ищущих удовольствия зеленый ровный свет испускает мир воюющих великанов желтоватым светом светит мир рассудочных рациональных человеческих существ ровный синий свет испускает мир диких животных где правят страсти джинглей красноватым светится мир бродячих несчастных духов и серый с черным свет светит из всеочищающего ада есть четыре сорта рождений из яйца в чреве сверхъестественное рождение и из семян и спор из яйца или в чреве рождение во многом подобны рождение в мире божеств удовольствия в аду или мире бродячих духов это сверхъестественное рождение равно как и в мире враждующих гигантов в мире людей и в мире животных наше рождение требует чрева сверхъестественное рождение суждено и кроме четырех лог или миров есть еще много миров где может вдруг очутиться вынырнуть человек про то рассуждать трудно ибо мало кому суждено бродить в садах гандхарвов и апсар в садах волшебниц в чудесных рощах райских фей также мало кому суждено сразу уйти вверх по тайной вертикальной тропе предвечного света есть конечно такие кто вообще не утрачивает сознание и помня прошлое и будущее сразу перебирается в очередное тело либо пребывает неподалеку от земной доли надзирая за лишь ему ведомым в жизни и подправляя если надо Божий путь в мире обыкновенные люди это ты и мы после того что было на суде увидим свое очередное земное воплощение если оно выше качеством тут очень надо быть осторожным если чуть оступишься разгневаешься на тех кто не помянул тебя или ненужную тебе больше вещь с собой унес вмиг родишься в аду лучше добросердечия чем гнев потянешься к тому чем владел при жизни позавидуешь тому кто их теперешний владелец в одно мгновение родишься в аду или в мире бродячих несчастливых духов земное тебе ни к чему земное тебе ни к чему земное тебе сообрази и осознай это наконец отринь отдай принеси в жертву свои чувства перед вечной троице Господу нашему Богоматери или Учителю и освободись очистись от ненужных здесь и опасных пристрастий если ты и заслуживаешь ада а проникнешься ты враз родишься повыше плоскостью ты в мире сейчас где всякая рябь чувства малейшее колебание тут же воздействуют и отзываются очень тут важно поддержать чистоту и доброжелательность мысли теперь когда ты увидел какой из шести миров светится ярче ты должен осознать что это мир твоего будущего рождения и будущей жизни твоя прошлая жизнь потускнеет и растает в памяти будущее станет ясней и ясней какая жуткая грусть тебя охватит уныния не торопись в этот светящийся ярче других мир будущей твоей жизни в особенности если это ад или мир животных не гневайся и не отчаивайся попробуй этот свет увидеть светом спасения и от спасителя исходящим вот самое точное средство самое главное знание соберись умом на этом свете который ярче других и вообрази что это предвечный свет пусть после этого сознание того что вокруг угаснет и ты уйдешь совсем внутрь себя помни где только есть место везде есть сознание где только возникает сознание тут же обнаруживает свое присутствие предвечный закон если сумеешь так поступить ускользнешь от рождения в худом мире очередное рождение если все учения не помогли твое сознание как наяву то вспыхнет то погаснет чувства томят и подгоняют ветры и бури гонят разъяренные толпы бегут на тебя готовы растоптать и ты уже не способен их распознать за свои порождения сотворенное тобой живет самостоятельно от тебя сравнимое с тобой по плотности в этом мире оно способно разодрать изувечить причинить жуткую боль если порождение не от худого в нас а от добра то нас захватывает сладкий сон нежит нас очнись ты еще в барда нового рождения погляди ты не отбрасываешь тени и нет твоего отражения в зеркале вод очнись потому потому что тебе придется воплощаться и от внимания твоего зависит будущее страдания и радость попробуй попробуй теперь не войти в дурное чрево выбрать получше местечко в будущей жизни для этого надо разверстую дверь чрева закрыть перед собой есть пять способов захлопнуть перед собой дверь чрева и тем самым уберечься от воплощения первый способ запирания двери чрева первый способ прост противиться потоку который несет тебя в отверстие весь соберись на противоположном течении твоего очевидного добра ведь существование в барда ведет нас назад к рождению и кармические силы в виде привлекательности пряника либо кнута всегда нацелены супротив сознания осознанности осмысления озарения по этой причине ты всегда будешь прав в барда нового рождения поступая наоборот заменяя в себе самое сильное чувство во всякое мгновение на противоположное если испуган ты иди навстречу опасности и страху отвратителем тебе облик обними и приласкай его красотку и негу отвергни и оттолкни лучше следовать воне нежели искуситься сладостью аромата так и в наших обычных сновидениях во время жизни многое противоположно по смыслу отчаяние во сне лучше видеть чем быть счастливым а слезы всегда к радости и наяву стоит человеку хоть два дня заменить самое сильное в себе качество но не лучшее на противоположное и откроется ему сразу откроется и воздастся увы никто не выдерживал двух дней даже из тех немногих кто попробовал обыкновенно человек просто удаляется после подобного предложения проверки воздаяния однако протився смиренно с верой и без злобы очисти сознание от всего кроме одной думы одной цели устоять по-доброму и дверь захлопнется перед тобой второй способ закрыть дверь чрева увидишь мужиков и баб в саити не отвлекай их не обращай их внимания на себя отнесись к их близости на твоих глазах как к близости единению отца и матери задумайся над этим доверься им мысленно предложи им себя и глубоко искренне попроси у них наставления если таким манером сможешь к ним обратиться с просьбой закроется дверь чрева готовая поглотить тебя если не закроется вообрази их соития божьим союзом про отца и про матери наших и вновь проси смиренно о помощи третий способ закрыть чрево дверь вновь увидишь мужиков и баб которые совокупляются и если ты войдешь в чрево сейчас в соответствии с кармической силой родишься ты лошадью птицей собакой или человеком если суждено тебе быть мужчиной возненавидишь ты отца и возлюбишь мать если женщиной суждено воплотиться возненавидишь мать и прилепишься к отцу в миг зачатия ты испытаешь невероятную вспышку внутреннего понимания себя и происходящего но очень быстро эта вспышка угаснет появившись на свет ты можешь обнаружить что ты стал собакой или свиньей коровой крабом и так далее у тебя будет много от физических или умственных поведенческих черт этих существ пойми одно как только ты почувствуешь как тянется твоя душа к одному полу и отвращается от другого перехвати свои чувства придержи их остерегись предпочтения побори тошноту и отвращение исправься с любовной тягой ты ведь можешь увидеть как совокупляются феи и колдуны ведьмы и бесы в одно мгновение благодаря перекосу чувств и предпочитания ты можешь родиться в аду или среди бродячих несчастливых духов остерегись дурных брезгливых чувств и отойди от любви охлади пристрастия одной решимости это сделать достаточно чтобы захлопнулась перед тобой готовая затянуть тебя дверь в чрево четвертый способ закрыть дверь в чрево это урок в управлении мороком если ты не сумел преуспеть раньше задумайся на миг о том что все эти парочки в сладком соитии звуки картины дали все это морок иллюзия наваждения они подобны миражам снам эхо отражением в зеркале их нет хотя мы видим и слышим как отражение в зеркале само по себе не существует чего же их домогаться чего и кого бояться ты источник всего из тебя возникает и творится вся картинность перед глазами даже твое сознание оно тоже нереально самонавождение ты изображение в стекле которое ловит само себя стоит тебе понять это ты не войдешь в призывно распахнутую дверь она закроется перед глазами и цель достигнута книга барда смерти учит что великое несчастье ждет тех кто поверит в явь этой неяви в ощутимость этой неощутимости в суть этого несуществования однако подобно невосновиденью в котором мы помним себя нельзя сказать про то что вокруг нас в барда нового рождения что этого нет не существует и не не существует но есть и переживается нами тут тайна тайна неразрывности и нераздельности творца и творения тайна самостоятельной жизни сотворенного страшным наказанием обещает книга обречь того кто понимая несуществование и не суть барда миров однако искушается возможностями и сверхъестественными способностями и волей своей там остается не желает ни спасаться ни воплощаться последнее возможно если достает силы и оккультного навыка это путь колдунов и темных магов нереален но есть этот мир привлекает многих из духовно развитых своими возможностями творения и власти ведь одной мыслью одним желанием способны существа барда нового воплощения и даже любого барда лепить дворцы живых красавиц ароматы и негу многие соблазняются и не хотят двигаться предначертанным путем этой книги учения везде существуют инакомыслящие свеции и не хотят девушек если по-прежнему зияет поджидающая тебя чрево это оттого что ты еще в сомнении и принимаешь заявь несуществующие Несуществующее. Сосредоточься на одном – себе. Даже разум мой не существует. Не будучи рождён, он не может умереть. Сознание моё – лишь отражение, Само себя ловящее в стекле. Я – вода, переливающаяся в воду. Так размышляй, и захлопнется дверь в чрево. Учти, здесь, в Барда, всё обострено, И чувства, и мысли. Мозг странно ясен, И молитва, просьба в себе заключает силу заклятия. Простые знаки ясного представления срабатывают, Как тайный шифр управления. Закрываются. Меняется перед глазами вид. Злая стихия вмиг оборачивается Добрым огоньком Или жар удушливый Прохладой древесной сини. Это мир, Где знак и вещь равны. Выбор чрева. Если ты не услышал слов учения И не сумел ими воспользоваться, Не проникся знанием И не стал им, Дверь чрева по-прежнему открыта. И близится время Войти туда, внутрь. Попробуй выбрать чрево. Сосредоточься на важности выбора. Это твоя жизнь впереди. Раньше всего Ты увидишь знаки континента, На котором тебе предстоит воплощение. Если тебе суждено Родиться на восточном континенте, Ты увидишь большое озеро, В котором плавают лебеди. Не входи туда. Там счастье и удобство, Но вера слаба. Но вера слаба. Но вера слаба. Если рожденье Твое грядет В южном пределе, Ты увидишь Роскошные особняки И дворцы. Если сможешь, Войди туда. Если тебе суждено Воплотиться В пределах Западного континента, Ты увидишь озеро, На берегу которого Лошади щиплют траву. Не входи туда. Там изобилие И богатство. Но вера Не крепка. Если воплотишься К жизни В северном пределе, Ты увидишь Озеро, Окруженное лесом, Где на берегу Пасутся коровы. Не входи туда Сейчас же. Там жизнь Долга И много возможностей, Но Снова Вера Слаба. Если суждено тебе Родиться Божеством, Ищущим у тех, Ты увидишь Храмы, Наполненные Драгоценностями И золотом. Войди туда, Если сумеешь. Если родиться тебе Вечно враждующим гигантом, Ты увидишь Огромный лес И кольца огня, Вращающиеся В противоположных Друг другу Направлениях. Не ступай В это место. Если в мире Животной жизни Тебе предстоит Родиться, Увидишь ты Пещеры, Клубокие ямы, Завернутые В дымку Или Клочья тумана, Не входи туда. Если суждено тебе Воплотиться В мире Бродячих Несчастливых Духов Ты увидишь Выжженные Просторы, Пустыни, Пустые Равнины, Непроходимые Заросли, Густые Леса, Где деревья Плотно Стоят Друг К другу, И неглубокие Долинки И впадины. Коль родиться Тебе В аду Ты услышишь Чудное Притягательное Пение Которое Несет В себе Силу Кармы Тебя Так и Поведет Туда Так и Захочется Пойти На звуки Сопротивляйся Изо всех Сил Это Места Где Черные Дома Белые Здания Черные Дороги И Глубокие Ямы Там Ты будешь Страдать Веками От Страшных Всплесков Жара И Холода Не Ходи Туда Позади Тебя Кармическая Буря Позади Тебя Теперь Ревут И Крутят Вихри Карма Судьбы И Волокут Тебя Вперед Вся Сила Судьбы Теперь Завладевает Тобой Как Злой Ветер Владеет Листком Страшные Порывы Ветра Ливни Лавина Снега И Льда Обрушиваются На Тебя Из Низких Черных Туч Вокруг Стелится Мрак И Бешено Кружат Вращаются Возле Тебя Вихри Столбы Устрашающие Звуки Несутся Со Всех Сторон Такое Творится Вокруг Злобное И Разгульное Неистовство Что Одно Чувство Завладевает Тобой Бежать Надо Бежать В Поисках Убежища И Спасения Ты Кинешься Куда Глаза Глядят И Увидишь Перед Собой Роскошные Поместья Пещеры Великие Пышные Джунгли И Огромный Цветущий Лотос Войдешь Ты В него Сомкнутся Лепестки Такая Тишина И Покой Внутри Тебе И в голову Не придет Отсюда Вновь Выйти Наружу Ведь Там Бушуют Черные Страшные Судьбинские Стихии Тебе Хорошо И Ты Попался Ты Стеревся Двери Чрева Потому Что Думал Там Ждет Меня Будущее Страдание Рожденье Ниже Качеством Предыдущего И Ты Шагнул Внутри Цветка И Пойман Был Как Муха Польстившаяся На Сладость Мухоловки Чтоб Выбрать Оставить За собой Выбор Чрева И Рожденья Не Надо Поддаваться Будущей Кармической Стихии Когда Она Поглотит Тебя Направь Всю Свою Волю К Божеству Хранителю К Божеству Спасителю Любимому Божеству Которое Способно Изгонять Злых Духов Проникнись Господом Нашим Или Любым Святым Который Отвращал И Гнал Бесов При Жизни И Рухнет Заклятие Чары Спадут И Ты Сможешь Выбирать Себе Чрево Помни Божества Рождаются Силой Глубокой И Полной Думы Тех Кто Находится В Барда Злые Бродячие Духи Порождаются Неискренными Хотя И Сильными Глубокими Созредоточением И Медитацией Проникнись Великим Знаком Или По Мысли О Призрачности Того Что Вокруг Тебя Не Не Позволяй Себе Броситься В Первое Попавшееся Спасительное Место Учти Здесь В этом Мире Все Так Обманчиво И Кучей Нечистот Из-за Худого В тебе Может Предстать Блистательное Чрево Счастливого Рождения Великолепный Лотос Спасительный Окажется Скверным И Низким Рождением Будь Осторожен Само Воплощение Если Ты Вынужден Войти Внутрь Чрева Прими Это Учение Слушай Внимательно Не Входи В первую Попавшуюся Дверь Что Растворится Перед тобой Сама Если Злые Духи Толкают Тебя На это Рассей Их Чары Собрав Внимание На Святых На Спасителя На Спасителя На Великом Знаке На Чем Угодно Про Что Ты Знаешь Что Это Изгоняет Злых Бесов Бесов Обрушив Заклятие И Рассея В чары Ты Можешь Теперь Выбрать Чрево Ты Уже Видел Знаки Континентов Где Суждено Тебе Воплощение Выбери Сообразно Перед Тобой Выбор Родиться Сверхъестественно В Высших Мирах Или Вернуться В Земную Юдоль Через Дверь Чрева Соберись Вниманием На Тех Знаках Которыми Отмечен Этот Высший Мир Проси Проси Коль Суждено Тебе Ты Вмиг Родишься В том Желанном Пределе Если Не Суждено Тебе Рождение В Одном Из Высших Миров Или Не Желаешь Ты Туда А Хочешь Обратно На Землю Тогда Выбери Лучше Тот Континент Где Вера Крепка И Войди В Его Пределы Сладкий Аромат Привлечет Тебя К Ждущему Готовому Принять Тебя Чреву Что Бо Ты Не Видел И Ощущал Пойми Что Не Все Здесь Золото Что Блестит И Будь В Выборе Осторожен Думай Думай Всей силой Желания И Мысли Про То Что Хочу Мол Родиться Императором Или Высшего Сословия Или Сыном Мудреца Или Человеком Без Забот Как Вожелал Того И Выбрав Жребий Хитроумный Улес По Рассказу Эра Вернувшегося Из-за Гробного Мира Войди В то Чрево Которое Привлечет Тебя После Серьезного Раздумья И Выбора Будущей Судьбинской Желанности Войди С чувством Любви И Веры В Исполнение Твоего Желанного Выбора Тогда Чужое Чрево Превращается В твой Храм Святыню Внутри В последние Мгновения Думай О Спасителе И Тех Кто Дорог Тебе И Вызывает В тебе Чувство Любви Чувство Любви Чувство Любви Как тут Легко Ошибиться Вступая В пределы Чрева И распознать Были Сильны В задумчивости В медитации И помнили О смерти Способны Верно Судить Если Не можешь Отвлечься От Предрассудков От Предвзятости И стать Бестрасти Бестрастным Если Не можешь Из-за Того Выбрать Чрева Молись Забудь О некогда Любимых О том Кем Был Ты И Кем Хочешь Стать Молись Увидишь Себя Если Если Сможешь И Захочешь Стать Богом Взыскующим У тех Этим Учение Парабарда Которая Освобождает Мертвых И Учит Живых Исчерпана 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 Исчерпана